Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Избежать тюрьмы пьяному душегубу Ефремову помогут наркотики. Юрист и правозащитник Александр Хаминский рассказал, какая правовая конструкция позволит Михаилу Ефремову избежать тюрьмы. 10 лет назад наказание за ДТП со смертельным исходом, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, как в случае с Ефремовым, предусматривало от 2 до 7 лет лишения свободы. Речь стала о преступлении средней тяжести. Однако недавняя санкция была ужесточена, и максимальный срок составляет 12 лет. Давайте вспомним интересный факт. Почему одним из первых на место аварии примчался актер Сергей Гармаш? Знаете почему? Да потому что у него уже есть опыт в решении подобных вопросов. Из аналогичной ситуации выпутали его брата Романа. Будучи нетрезвым, тот, на принадлежащий артисту Hyundai, сбил ВАЗ-2106 Виктора Мартынова, который скончался на месте. В деле сразу появилась справка о болезни, несмотря на которую Роман продолжал садиться за руль. Впрочем, приговор все же вынесли 3,5 года колонии-поселения и возмещение морального ущерба семье погибшего. В колонии Роман провел всего неделю, а потом был срочно госпитализирован почти на полтора года. В другой колонии-поселении, рядом с дачей брата, осужденный погостил совсем недолго, отбывая время от времени в больницу. И тут срок подачи прошения Абудо подошел. К концу 2013 года Роман-Гармаш был освобожден. Очевидно, был расчет провести по подобному сценарию и дело Ефремова. Но схема больше не работает, ведь преступление стало относиться к тяжким. Что же делать? Рассуждает Хаминский. И тут на арену выходят настоящие спасители актера. Кокаин и марихуана. Так, кстати, обнаружены в анализах. Прокурор города Москвы Денис Попов немедленно заявляет об изменении состава. Ведь преступление совершено уже не в состоянии алкогольного опьянения, а под воздействием алкоголя и наркотиков. Казалось бы, последует ужесточение меры. Но! Наркотики и выпивка отнюдь не отягощающие обстоятельства, а лишь квалифицирующие в признак. К вечеру 10 июня появилось сообщение о возбуждении уголовного дела по факту реализации запрещенных средств, приобретенных Ефремовым. И тут пазл сложился. Как только Михаил Олегович заявил, что приобрел наркотики некоторое время назад, а воспользовался ими позднее, у него появляется блестящий шанс и все правовые основания, чтобы пойти на досудебное соглашение и сделку со следствием. Для этого он просто должен будет сдать того, у кого купил, пояснил правозащитник. В расследовании окажутся два уголовных дела. В рамках одного из них Ефремов станет крайне важным человеком, передающим правоохранительным органам информацию о преступлении, связанном с торговлей наркотиками. И вуаля! При досудебке суд вправе, хотя и не обязан, назначить ему срок, не превышающий половину самого большого срока. Смягчение наказания. Это, допустим, пять лет. И что же, тяжкое преступление моментально становится преступлением средней тяжести. Можно будет сразу подавать в мозгу суд и заявлять. Я не согласен с пятью годами. Я старый, больной, чуть не повесившийся наркоман. Делайте со мной что хотите. Применяйте все предусмотренные статьи и санкции, только не сажайте в тюрьму. А в остальном, согласен на все. С объективно расшатанным здоровьем и великой помощью следствию по делу о наркотиках, которая непременно будет оказана, к Ефремову действительно применят все иные меры наказания. Но непосредственно в тюрьму он не сядет, считает Хаминский. Интрига только в том, будет ли в суде первой инстанции для него определен реальный срок, замененный альтернативными санкциями по итогам апелляции. Или все сразу пройдет как по маслу. И еще один важный момент. По тяжким преступлениям, к которым пока еще относится дело Ефремова, подать прошение на УДО можно будет после отбытия 2 третьих срока, а по преступлениям средней тяжести – после половины. При этом один день домашнего ареста до суда засчитывается за полтора. Итак, в условиях досудебного соглашения и сделки со следствием, суд может назначить не 5, а допустим 4, или даже 3, 2. А теперь представьте, например, при назначении 3 лет лишения свободы осужденному за преступление средней тяжести может быть произведена замена наказания в виде лишения свободы на более мягкое, в том числе условное. Замена производится после отбытия осужденным 1 треть назначенного срока. То есть, если Михаила Олеговича приговорят к 3 годам лишения свободы, перейти на условный срок можно будет уже спустя 1 год. А что такое год? Всего лишь нахождение под домашним арестом на протяжении 8 месяцев. Обычно от избрания меры пресечения до вынесения приговора проходит именно столько времени. Так что у Михаила Олеговича Ефремова есть крупный шанс вообще не сидеть на выбор. Друзья, как вы считаете, удастся ли Ефремову избежать реального наказания? И заслуживает ли он его? Друзья, благодарю вас за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях, делитесь видео со своими друзьями, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. И до встречи в новом видео! Продолжение следует...